В данном видео я на своем примере расскажу, как за 6 дней посетить 15 главных достопримечательностей Дубая, потратив всего 135 долларов на двоих. Именно столько мы потратили в Дубае, отдыхая в марте этого года. Мое видео для тех, кто ценит свое время и хочет получить подробную инструкцию в одном ролике с исчерпывающей информацией о том, что бесплатно посмотреть в Дубае, как добраться на общественном транспорте до Бурж-Халифы с поющими фонтанами, самостоятельно посетить мечеть шейха Зайда, доехать до основных пляжей Дубая, находящихся в разных районах, увидеть рамку Дубаи, огромный парк цветов и многое другое. Также я расскажу и покажу, как разобраться и сориентироваться в метро, какой лучше карточкой пользоваться для проезда, что сколько стоит и как сэкономить на отдыхе и не допустить ошибок по незнанию. Посмотрев мое видео, вам не понадобится изучать дополнительную информацию. Вы сможете хоть завтра отправиться на отдых, используя лишь мои подсказки из ролика. Итак, начнем. Мы остановились в отеле John Red Hotel 3 звезды. Он находится в районе Дейра. Выбрали его, исходя из отзывов на сайте Top Hotels с учетом цена-качество. От него до ближайшей станции метро Юнион идти 5 минут. Кстати, именно на этой станции пересекаются две ветки метро – зеленая и красная. Чтобы самостоятельно ездить по всем достопримечательностям в Дубае, необходимо купить карту для проезда. Она действует в автобусах, метро и трамваях. Для двоих людей нужно две карты. Существует несколько типов карт. Первое – красные карты. На 10 поездок действуют на 3 месяца. Второе – серебряные на 5 лет и цена за поездку дешевле, чем в красной. Третье – золотые, позволяющие ездить в первом золотом вагоне метро, где нет машиниста и через стекло открывается вид на город. Но цена за проезды, соответственно, вдвое дороже. Поэтому самое выгодное – это купить серебряные карты. Ее цена 25 дирхам, 6 из которых – цена за саму карту, а 19 дирхам остается на карте для последующих поездок. Купить и потом пополнять карты проезда можно в кассах на станциях метро или в автоматах с надписью «Тикетс», которые тоже есть в метро. Теперь один важный момент. Если вы приходите в метро, пробьете карту, а на выходе из него забудете это сделать, то с карты автоматически спишется максимальная сумма за проезд. Весь Дубай разделен на зоны и в зависимости от каждой зоны высчитывается цена проезда. В серебряной карте одна поездка в пределах одной зоны стоит 3 дирхама. Одна поездка в соседнюю зону стоит 5 дирхам. Максимальная цена поездки стоит 7,5 дирхама. И, кстати, когда вы прикладываете карточку к турникету, на экранчике сбоку показана сумма денег на карте. Также в метро существуют определенные правила. Здесь нельзя пить воду, кушать, жевать жвачку, спать в вагонах, а мужчинам ездить в женском вагоне. Нельзя также ездить и в золотом вагоне, если вы не обладаете золотой картой проезда. Это первые и последние вагоны. За это все полагается штраф 100 дирхамов или 28 долларов. Все основные достопримечательности находятся в пределах красной ветки метро, которой, собственно, мы и пользовались. Итак, с картами проездами разобрались. Теперь по порядку. Как все же посетить все 15 главных достопримечательностей Дубая на нашем примере? Наш первый день мы посетили Дубай Мол, Агианариум, водопад с ныряльщиками за жемчугом, скелет настоящего динозавра, самый большой магазин сладостей, Бурж-Халифа, поющие фонтаны. Как добраться? Ищем ближайшую станцию метро, в нашем случае это Юнион, идем на красную ветку и садимся в поезд до станции Бурж-Халифа Дубай Мол. Цена проезда в нашем случае 5 дирхам на одного человека. И далее идем по указателям и проходим коридор мост, который приведет нас прямо в Дубай Мол. Дубай Мол имеет несколько выходов на улицу, где можно увидеть главную достопримечательность Дубая Бурж-Халифу и знаменитые поющие фонтаны. Билеты на Бурж-Халифу лучше покупать заранее и на официальном сайте, так цена будет значительно дешевле от 149 дирхам за 124 этаж и 378 дирхам за 145 этаж. Лучший обзор на фонтаны это с балкона развлекательного центра Дубай Мол, как показано на фото. Шоу с фонтанами проходит днем два раза в час и в час тридцать, а также вечером с 6 до 10 в будни и с шести до одиннадцати в выходные с интервалом каждые полчаса. Выходные в Дубае это пятница и суббота. Наш второй день. Мы посетили пляж Джумейра, Мадина Джумейра. Как мы добирались? Пешком дошли до остановки Альбахит-центр при помощи дубльгиса, а там на автобусе Х-28 доезжаем до остановки Ум-Секиум-Либрери. Ехать 45 минут 15 остановок. Оттуда до парка и пляжа 5 минут ходьбы. На территории парка есть бесплатный туалет, а также зона со столами и скамейками, где можно перекусить. Далее мы решили прогуляться до пятизвездочного отеля Мадина Джумейра с очень красивой территорией и где находится известный рынок с многочисленными товарами разных стран мира. Шли мы долго, минут 45, поэтому лучше сюда доехать, как описано ниже. Итого наши затраты за этот день. 6 долларов на двоих. Наш третий день. Мы посетили парк цветов Miracle Garden и рамку Дубаи. Мы добирались на метро до станции Mall of the Emirates. Цена вышла 7,5 дирхам на одного. А там на остановке Mall of the Emirates метро Station 5 сели на автобус 105 и доехали прямо к парку. Цена за проезд 5 дирхам за одного. Цена дилета в парк цветов 50 дирхам за одного человека. Дальше мы решили поехать на рамку Дубаи. От парка мы сели на тот же 105 автобус и доехали до Mall of the Emirates. Зашли в метро и доехали по красной ветке до станции Аль-Жафилья. Дальше мы пошли по прямой в направлении к юнион станции и дошли до Забель парка, где и находится рамка Дубаи. Идти там минут 15-20. Цена за вход в золотую рамку Дубаи 14 долларов за одного человека. И тут есть один важный нюанс. Чтобы зайти в парк, нужно заплатить 5 дирхам за человека. Если же вы купите билет на рамку Дубаи, то после ее посещения можно бесплатно пройти уже в парк. Но после того, как вы пройдете в парк обратно на территорию рамки, вас не пропустят. Итого за этот день было потрачено 259 дирхам или 70 долларов за двоих. Наш четвертый день мы посетили район и пляж Марина Дубаи. Добирались мы на метро Красная ветка со станции Юнион до станции Дамак. Цена проезда за одного 7,5 дирхам. На пляже Марина Бич есть все удобства. Бесплатный туалет, душевые, раздевалка, а также смарт-пальмы с Wi-Fi и USB под зарядкой. Итого мы потратили за этот день 30 дирхам. 8 долларов за двоих. Наш пятый день. Мы посетили мечеть шейха Заяда в Абу-Даби. Как мы добирались? Сначала сели на автобус C01 с остановки Юнион метро Баз Стоп А и за два дирхама доехали до остановки Falcon Intercession. Ехать 5 остановок примерно 16 минут. Далее нужно будет идти минут 7 до остановки Аль-Жибайба Баз Стейшн. В дубльгессе вводите название и он вас проведет. А там уже сесть на автобус Е100 и доехать до конечной станции Абу-Даби Central Bus Station. Ехать около 2 часов. Этот автобус ходит каждые 10-15 минут. Цена проезда 25 дирхам на одного человека. В Абу-Даби на станции нужно будет купить их карту для проезда, поскольку серебряные карты Дубая там не действуют. Минимальная цена карты 20 дирхам. 10 из них цена за карту и 10 остается для дальнейших поездок. Проезд до мечети за одного человека стоит 2 дирхама. Дальше я расскажу потом, как вернуть остаток денег на картах. После покупки карт выходите на улицу на остановку и ждете автобусы с номерами 44 или 54, которые ходят до мечети. Мы добирались на 54-м. Ходят они раз в полчаса, ехать минут 30-40. Остановка называется Grand Mosque. Когда будете подъезжать, вы уже издалека увидите мечеть, так что проехать ее не получится. Выходите с автобуса и, чтобы зайти внутрь, вам нужно будет ее обойти с правой стороны. Идти минут 15. Далее охрана вас направит в здание, через которое вы попадете в мечеть. Там нужно будет в автомате заполнить несложную анкету с именем, фамилией и так далее, получить бесплатный билетик и уже с ним, пройдя через металлоискатель по коридору, пройти к главному входу в мечеть шейха Зайда. Девушкам предварительно в отдельной комнате выдают бесплатно абаи и накидки. Когда мы ехали обратно с мечети, доехав до станции Абудаби, мы решили подойти к стойке, как показано на фото, и попросить сотрудников обменять наши карты на деньги, после чего нам выдали по 10 дирхам, забрав наши карты. Наш шестой день. Мы посетили пляж Мамзар и прогулялись по району Дейра. На пляж мы добирались на автобусе С-28. Он ходит с остановки Юниан метро Бастоп-Ц. С нашего отеля эти 3 минуты. На нем мы добрались до конечной станции Мамзар Бичпарк Терминус. Цена проезда 3 дирхама за одного человека. Ехать где-то минут 30-40. Проход в парк и соответственно на пляж платный. 5 дирхам за одного человека. Оплата возможно транспортной картой. И с собой можно брать еду и воду. Понедельник и среда это женские дни, в которые мужчинам вход запрещен. Наши траты за этот день. 22 дирхама или 6 долларов за двоих. Ниже в описании к ролику я дам текстовую инструкцию, чтобы вы могли ей пользоваться на отдыхе. На улице и в метро есть магазины Zoom, как показано на фото. Где на остаток средств по транспортной карте можно что-то купить, поскольку снять деньги не получится. А теперь несколько важных советов по Дубаю. Во-первых, перед поездкой скачайте дубльгиз и карту Дубаи. Если вводить все названия, что я давала, вы легко сможете дойти до нужных мест. И учитывайте, что в метро нет связи, поэтому ваше местоположение там он может не определять. Что касается транспортной карты для проезда, учитывайте ваши траты за предстоящий день заранее, чтобы вовремя пополнить карту на нужную сумму, потому что не везде есть автоматы для пополнения карт. И, кстати, минимальный остаток на карте должен быть 7,5 дирхам, иначе вы не сможете ею воспользоваться в транспорте. И еще учитывайте момент, что вам придется много ходить, даже если вы будете ездить в метро или автобусах. Расстояния территории здесь достаточно большие, поэтому берите удобную обувь. По поводу золотого вагона. Мы как-то случайно в него сели, так вот контролеров там не было, и мы смогли спокойно без штрафа проехаться полчаса с видом на город. Так что тут уже на ваш страх и риск, садиться или нет. По еде цены в кафе от 10 долларов и выше, шаурма в районе 2 долларов. Что касается магазинов, в районе Дейра, где мы жили, было много крупных супермаркетов, где за смешные деньги мы купили вещи, продукты, детские игрушки, которые у нас даже не продаются. Но это уже отдельная тема, если вам будет интересно, я составлю видеообзор, что можно недорого купить в Дубае, в каких магазинах и где они находятся. Пишите в комментариях, по каким еще странам вы бы хотели получить подробную инструкцию к путешествию. Если мое видео вам было полезно, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие ролики с инструкцией к новым путешествиям.